Быть ведьмаком совсем непросто, им сложно быть и потому не оценить все работы мозга, непосвященному уму. Однако здравствуйте! Итак, я собственно перед Лесплеем решил запилить вот такое вот вступление, да, чтобы рассказать о том, как я вообще знакомился со вселенной Ведьмака, что я не знаю, чтобы потом уже во время Лесплея время не тратить, да? То есть, если хотите смотреть Лесплея, сразу же включайте следующее видео, если нет, то можете еще это посмотреть, вот. Но вообще, что можно сказать, что я настоятельно рекомендую всем, кому понравилась игра, да, то есть по-любому прочитать книжку, потому что не прочитал книгу, вы очень много моментов в игре просто не поймете или поймете, но неправильно, да, как бы вот. А как я познакомился вообще со вселенной Ведьмака, первый раз я вообще узнал о нем из польского сериала, я помню, приходил со школы, там у нас крутили по одному каналу, честно, я посмотрел пару серий, и мне оно показалось полной парашей, поэтому я подумал, что Ведьмак это и само по себе произведение какое-то отстойное, да. Потом вышла игра, я, честно, на нее даже и не обращал внимания, потому что думал, что она будет такая же, как и польский сериал, тем более разработчики были польские, да, но я подумал, что будет такой же отстойный. Но потом вот все знакомые друзья начали рекомендовать, говорить, что ты гонишь с него, прикольная игрушка, просто попробуй. И да, Веспеков, что-то когда я ее первый раз запустил, я, по-моему, поиграл там на 20-30, что-то она мне вообще не пошла, не заинтересовала. Потом еще раз попробую, уже реально не смог просто от нее оторваться, прошел на одном дыхании, как бы вот. Игрушка, несомненно, достойная. И вот после нее я реально заинтересовался вселенной Ведьмака, сразу же скачал себе на планшет все части книги и прочитал реально взахлеб там буквально за неделю или даже меньше. Вот. Ну и что можно сказать про книжку, потому что книжка реально крутая. Мне правда как, я вообще из фэнтези читал, да, к своему стыду, или как я даже сказать, не знаю, я вообще книг прочитал много даже, но вот именно из фэнтези я прочитал только Гарри Поттера и Властелина КС, как бы вот. Поэтому сравнивать не особо было ни с чем, ну и сейчас, собственно, ни с чем сравнивать, но из того, что я читал, да, это реально самая крутая фэнтези, несомненно. Чем берет Ведьмак? Это, наверное, своей реалистичностью, да, вот вроде бы это и сказка, да, мужик ходит, убивает чудовищ, там какие-то колдуны, ведьмы, то есть, вроде бы сказочка, да, но и в то же время люди там очень реально показаны со своими слабостями, там, похотями, да, мыслями, желаниями, то есть, ну реально, вот люди там такие, как они есть в реале, да, тут очень много ситуаций, которые вот тебе потом напоминают какие-то случаи из жизни, или с которыми можно проводить аналогии, да, очень все в книжке реалистично, там, война очень реалистично показана так, как она есть, да, на самом деле, то есть политика, вот эта вся грязь политическая, то, как используют людей, то, как их живут, как стычки, да, то есть, вот дружба, там, предательство, вот, даже смерть в ведьмаке, да, она не такая, как в сказках, в сказках, как обычно убивают героя, то есть, там, застреливают его из луков, да, он там лазится против толпы миллион человек, и его тупо из луков застреливают, потому что никто ничего не может ему сделать. В ведьмаке же, да, там, в конец книги, правда он там не совсем понятный был, когда я читал, его там под сам вилами заколол, но там, как бы, в конце толком непонятно, убили его или нет, честно говоря, я, во всяком случае, так и не врубился. Вот, ну, вот просто еще показано, да, то, что, вроде бы, ведьмак такой крутой чувак, да, но вот волей случая его убил какой-то обычная деревенщина, да, с вилами, то есть, кто бы мог подумать, что такого перца может завалить какой-то деревенщина с вилами, то есть, вот, показывается то, что смерть тебя подлетает от отсюда, то есть, никто от нее не застрахован. И, собственно, действие игры начинается именно с того момента, как вас закололи вилами, вроде бы, вот он теряет там память, как всегда это в играх бывает, да, вот эта вся амнезия, бесконечная тема просто в играх, и вот, собственно, из этого момента и начинается игра. Как бы, вот, ну, вроде бы все такое, вы и сказал, что собирался, да, ну да, еще, конечно, в книжке и в игре очень сильно раскрывается вот эта вся суть предназначения, тема с этим предназначением, то есть, ну, в принципе, что-то в этом всем есть, да, наверное, об этом тоже можно задуматься и, как бы, согласиться то, что у каждого человека есть какое-то свое предназначение, да, то есть, и, как бы, здесь это все тоже очень сильно раскрывается. Ну, вот, собственно, ну, а дальше уже пойдет летсплей, и, как бы, как я буду вообще делать летсплей, я буду все записывать не спеша, да, буду проходить с первой даже части видмака не спеша, буду пытаться показать вам все нычки, там, ну, которых я знаю, возможно, буду открывать новые, там, да, показать все возможности, там, все квесты пройти, ну, в первой части, конечно, там такого особо ничего не будет, но реально буду пытаться показать реально все, что только есть в игре, поэтому проходить будем не спеша, сразу же об этом говорю. Ну, вот, как бы, ребят, и дальше уже идет летсплей, надеюсь, что вам понравится, спасибо за внимание, пока! Пока!